книга открытым оком том 1 вопрос 193 тема смерть помогут ли неверующему загробной жизни добрые дела которые он делал живя на земле хотя так и не уверовал до конца жизни отвечает игнатий тихонович лапкин послание евреям 11 6 а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает 1 иоанна 5 10 верующий в сына божия имеет свидетельство в себе саму а не верующий богу представляет его лживым потому что не верует свидетельство которым бог свидетельствовал о сыне свое по человеческим меркам любая добродетель от кого бы она не исходила имеет одинаковую ценность помог значит помог а у бога выгоды выглядит так тщательному рассмотрению подвергаются намерения 1 коринфянам 4 5 посему не судите никак прежде времени пока не придет господь который и осветит скрытая во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от бога евреям 4 12 ибо слово божие живо и действенно и острее всякого меча бою до острова она проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные слово божие библия имеет единого автора бога 2 петра 1 21 ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божие человеки будучи движимы духом святым по боге свидетельствует две книги видимый мир и библия и одна дополняет другую но самое точное откровение о боге в чистом виде священное писание а язык природы туманный неясный и требует многих исследований в течение тысячелетий псалом 18 2 5 небеса проповедуют славу божию и о делах рук его вещает твердь день дню передает речь и ночь ночи открывает знания нет языка и нет наречия где не слышался бы голос их по всей земле проходит звук их и до предела вселенной слова их неверующий человек оскорбляет бога своим неверием как оскорбляет сын своего отца если говорит ему а я тебе не верю это вовсе не так а ты ошибаешься хотя сын и не скажет дам слух в данном случае что ты отец обманщик а ложец но по содержанию это следует всемогущего создателя самосущественную истину лживый неверующий человек считает ложью которая есть изобретение дьявола бог считает ценным только то что сделано ради него неверующий человек какой бы он добрый не был делает это все только ради себя самого и уже здесь получает награду его возвышают ему воздается честь ради будущности ради царствия небесного он ничего не делает так как же он может его ожидать оно ему и не нужно значит он его и не получит значит это по совести а в вечности есть только два места на рай от слово божие категорически утверждает что неверующие не спасутся и им не помогут ни добрые дела не добрые поминки не за упокойные молитвы за них